Рассказ Ивана Шмелёва «Рождество в Москве для детей». Пересказ. Рассказ идёт от самого писателя. Я человек деловой, торговый и в политике плохо разбираюсь. И что я говорю, чтобы не подумалось кому-то, будто я по пристрастию так пишу, как мы в прежней нашей России жили, именно в тёплой, укладливой Москве. Что такое Москва? Нашему всему пример и корень. А совести-то не обойдёшь. Так оно было. И самому не верится, что вот так было. Вот о Рождестве мы заговорили. В современной России понятие бывает, что не имеет, что такое Русское Рождество, особенно в советские годы. и как его встречали, и как поджидали. Рождество Христово, праздник Христа. И храм в Москве Христа Спасителя подвигался на народные деньги. Со всей России собирали по копейке. Да разве об этом расскажешь? Ещё задолго до Рождества начиналось движение. Сотнями поездов везли в Москву свинину, поросята, яйца. Гнали рыбу красную. В Европу в такой не водится. Так вот всё это туда, а оттуда тоже товар весёлый. Галантерей рождественское. Ёлочные украшения. Всякие разные игрушки. Механические. Рождественский пост, лёгкий, весёлый пост. Рождество уже за месяц засветилось. Поётся все ночные. Христос рождается, славите. И появляется уже рождественское настроение. А покуда пост, рыба плывётся завсюду. О нашей рыбе можно великие книги исписать. Идёшь мимо церкви. И думаешь о таком высоком и прекрасном, о звёздах там. И что, к примеру, за звёздами творится. Всё движется к Рождеству, ярче сияния праздника. Игрушечные ряды полнеют, звенят, сверкают. Святочные маски, румяные, пустоглазые, щекастые. Поднимают радостное детство. Пугают рыжими бакенбардами. Спешишь, бывало, по делу. Остановишься и стоишь, стоишь, не оторвёшься. Весёлые, пузатые, золотисто-серебристые хлопушки. Таинственные своим сюрпризом. Малиновые, серебряные, зеркально сверкающие шарики из стекла и воска. Звёзды, хвостатые кометы. Струящееся солнце. Рождественские херувимы, золочёные мишки и орешки. Церквушки-крошки с пунцовыми святыми огоньками из-за слюды в оконце. Трепетный дождь рождественский. Звёздная пыль небесная. Радостные морковки. Зелень. Зеркальные дуделки. Трубы с такими завитками. До изумления. Ласковым детством пахнет. И постигает глубокие мысли. Вот оно чудо Рождества то. Всегда мелькало. Чуть намекающая тайна вот-вот раскрылась. Вот бы философы занялись, составили наседающую книгу. Чего говорит рождественская ёлка и почему радоваться надо и уповать. Украшаю ёлочку, свечечки выжигаю. Сижу и думаю. Созерцание ума и духа. За два-три дня до праздника на конную тянется вся Москва. Историй так ведётся. И так поглазеть, восчувствовать крепче Рождество. Поесть на морозе, на народе, горячих пышек, плотных, вязких, постных блинков с лучком, Политых конопляным маслом, кашных и рыбных пирожков. Попить из пузырчатых стаканов, весело обжигая пальцы, Чудесный голос битню русского из имбиря и мёда, С привкусом сладковатой гарри. Пряной какой-то карамели, чем пахнет в конфетах в фабричках, Сладкой какой-то радостью. Рождество? Вот оно, Рождество. Неоглядное конное чёрное народом гудит и хрустит морозе. Вся тут предпраздничная Москва. И богачи, и нищие. В городе не протолкаться. В театральной площади не видно вырос еловый лес. Бродят в лесу собаки. Болки, недвижно, морозы, чаши радуют глаза праздничным сиянием воздушной шары. Качаются, тряхивая снег, ёлки. Валятся на извозчиков. Радуют белыми крестами. Терпкой, морозной смолкой, бросятся под наряд. Булочные завалены. И где они только выпекают. Пышат теплом, печёным, Сдобы от куличей, от слоек, от пирожков. В празднице и суете булочных пробавляются товаром. Некогда дома стряпать. Темнеет рано. Кондитерские горят огнями И красным лаком зеркально сверкающих про стенку. Окна завалены доверху. Атласные голубые бонтаньярки на пасху алые с золотыми застёжками. Благо земные, богатства, пожитки, весь материальный мир, Это лишь земное выражение радости Рождества. А само Рождество в душе тихим сияет светом. И сотни тысяч людей едут под Рождество в деревню. На все святки везут гостинцы. Млеком и медом течёт великая русская река. Вот и канун Рождества, сочельник. В небе проступают рождественские звёзды. Вы не знаете этих звёзд российских. Они поют. Сердце можно услышать только «поют и славят». Синий бархат затягивает небо. На нём звёздный хрустальный свет. Где же Вифлеемская? Вот она над храмом Христа Спасителя. Бархатный мягкий гул дивных колоколов Плавает над Москвой вечерней рождественской. Вот этот звон морозный. Можно ли забыть его? Звон чуда, звон видения. Мелкая суета дней гаснет. Вот воспоют сейчас мощные голоса собора. Ликуя, все победима. С нами Бог. Священной радостью, гордостью, ликование Приполняются все сердца. Разумейте, разумейте, языцы. Разумейте, разумейте, языцы. И покоряйтесь, яка с нами Бог. Даже плакать хочется. Нет, не с нами. И Бог не с нами. Бог отошёл от нас. Бог отошёл, и мы каемся. Звёзды поют и славят. Светят пустому месту, где стоял храм Христа Спасителя. Но теперь он возведён заново. И заново радует русский народ. И снова слышим пение звёзд и благовест. И криком души свободной в вере и уповании кричим «С нами Бог!» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова